Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать все, что не успеет. Привет, ребята! С праздником вас! С Днем Победы! Сегодня мы вместе с Арсением Бедюрой и Настей Саммаренкиной поговорим именно об этом дне. Интересно? Тогда давайте скорее начинать! Ну где же он? Он должен скоро быть. Подожди. Не видно. Привет, ребята! Привет, Ангелина! С праздником, мои хорошие! И тебя с праздником! А что вы там высматривали? Салют праздничный! Праздничный салют? Да. Но ведь только 8 часов. Еще есть время поболтать, обсудить некоторые темы важные. И мы успеем с папой и мамой? Конечно же, успеем еще посмотреть салют. Кстати, а где он будет? Он будет в Брестской крепости! Умнички! А почему он на Брестской крепости? Потому что Брестская крепость приняла оборону для нашей страны. Когда началась война, враги напали на нашу землю, да? Враги напали на нашу землю. И хотели жить по своим правилам, да? И чтобы люди слушались. А белорусские не захотели жить по их правилам. И они приняли воевать с ними. Вот так и началась война. Молодцы, ребята! А вы знаете, когда началась война? Да! Ну-ка! 22 июня! Июня! Да, 4 утра! Молодцы! Умнички мои! Все верно! И защитники Брестской крепости около месяца мужественно сражались за нее. Кстати, а вы знали, что многие улицы в Бресте названы в честь кого? Защитников! Защитников! А хотите, я вам назову эти улицы? Да! Зубачева, Фомина или, например, Гаврилова и много-много других улиц. Еще есть улица Героев-защитников Брестской крепости. Она немножечко по-другому называется Героев обороны Брестской крепости. Запомнили? Да! Хорошо, ребята! Давайте мы с вами смастерим письмо. Попробуем военное письмо. Смотрите, нам понадобится листик. Взяли мы желтый, да? Можно взять любой другой цвет. Здесь мы можем написать какое-то послание. Например, ветераны. Давайте напишем. Да? Я хочу напишем. Можно пожелать крепкого здоровья. А кто такие ветераны, вы знаете? Ветераны это... Давайте вспомним, когда началась война. Кто там участвовал? Наши прабабушки. Наши прабабушки, прадедушки. Прадедушки. Да. И сейчас они уже очень старенькие, да? Да. Их осталось очень мало, поэтому нужно их беречь, заботиться о них. Мы можем пожелать крепкого здоровья. Можем пожелать? Да. Да. Пишем крепкого здоровья. Написали. Хорошо. Молодцы. Так, напишем благополучие. Так, написали. И хорошего настроения, да? Да. И хорошего настроения. Так, написали письмо. Да. Закрывай, фломастер. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы складываем уголочек вот так. Хорошенько проходимся пальчиком. Ребята, а как вы думаете, в войне участвовали только солдаты? Нет, дети. И дети тоже участвовали, конечно же. И женщины, и мужчины, и дети разных-разных возрастов. Даже такие, как вы, представляете? Может, чуть-чуть старше. Так, смотрите, мы сложили наш листик вот таким образом. Если можно еще... Он похож на самолетик. На самолетик? Да, может быть похож. Смотрите, теперь мы берем вот этот уголочек и складываем еще раз. Вот так. Смотрите, что у нас получилось. Получилось? Да, похоже. Да, похоже. Смотрите, дальше мы складываем с этой стороны уголочек и с этой. В этом вы мне поможете. Ребята, а пока вы закладываете, я вам назову некоторые имена детей-героев, которые участвовали в войне. Например, Марат Козей или Валя Котик, а еще Зина Портнова и многие-многие другие. Так, я смотрю, вы уже загнули, да? Да. Смотрите, что мы делаем дальше. Мы загибаем вот эту вот часть хорошенько, да? Да. А теперь мы ее всовываем вот сюда. Смотрите, как у нас получается. Здорово, правда? Да. Такое письмо у нас получилось. Классное. На крыше. На крыше домика, да? Хорошо, смотрите, а теперь мы можем написать здесь «С Днем Победы», да? Или «Поздравляю». Я еще хочу написать. Давай, с одной стороны напишет Арсений, а с другой Настей. Договорились? Да. Сначала девочке дадим очередь, да? Ага. Девочкам надо выступать. Да, девочкам нужно выступать. Ребята, а давайте вспомним, как проходит 9 мая. Утром в Дебрестской крепости приходят дети и родители и смотрят всякие военные установки, танки. И проходит митинг, да? А что такое митинг? Люди, наверное, вспоминают тех, кто сражался за нашу землю, за нашу Родину, да? Да. Хорошо. Написала, да? Умничка. Теперь очередь Арсения. Настенька, расскажи, а ты давно была в Дебрестской крепости? Да. Давно. На 9 мая, наверное, да? А на 9 мая когда-нибудь была в Дебрестской крепости? Нет. Нет? Ни разу? Да ты что? Обязательно сходи. Очень интересно. А ты когда-нибудь видела ветеранов? Нет. Ни разу? А ты, Арсия, не видел когда-нибудь ветеранов? Да. А что можно у них увидеть на пиджаке, например? Ночо красный. На звездочку. А что еще можно увидеть? Что это такое вообще? Ордена, медали, да? Да. За что они дадутся? За слугу войне. Мы же победили? Да. Да, именно поэтому 9 мая у нас празднуется как День Победы. 9 мая мы можем встретить очень много ветеранов, которые будут идти с орденами, с медалями. Знаете, кстати, как они выглядят? Посмотрите. Вот такие красивые. Так, Арсюша, я смотрю, у тебя тоже уже получилось что-то написать. О, а что это ты тут написал? Расскажи. Молодцы. И с Днем Победы. О, умничка. А ты, Настенька, что написала? Я написала с Днем Победы. Немножечко с ошибками, но это мы исправим, да? Научимся под руками писать. Ребята, вот такое замечательное письмо у нас получилось. Надеюсь, вы делали вместе с нами. Лунный свет крадет у тьмы владенья, безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успею.